привет всем с вами полина опять и сегодня я поговорю с вами опять о посадке черенков фиалок видимо я недостаточной информации давала в своих предыдущих видео и решила это исправить вот и сегодня я вам расскажу начну с того какие черенки нужно выбирать для посадки если вы их не купили а хотите размножить свои фиалочки какая земля должна быть какие горшочки как вообще нужно сажать и каким способом это делать лучше я хочу сразу сказать о посадке черенков в воду я считаю что это очень трудный способ посадки для фиалок вы сажаете листочек в воду он у вас там во первых искривляет сам черенок искривляется и потом вы травмируете корешки когда сажаете в грунт почему сразу не сажать в грунт это гораздо легче и для вас и для фиалки вы можете избежать просто лишней работы поэтому этот способ я сразу отвергая большая противница посадки черенков в воду есть еще один способ посадки черенков чистый перлит и я противница этого способа тоже я считаю что детки должны расти в том в той же среде в которой они будут потом когда вы их отсадить и вы же не сажаете деток в чистый перлит поэтому я считаю что нужно сажать сразу в нормальный грунт нормальной смесь начнем с выбора листа черенок должен быть здоровым вот то что вы видите сейчас на экране это следы кондиционера это не повлияет на продуктивность листочка но лучше всего конечно вот брать из-под цветоноса даже несмотря на то что вот он такой цветной из-за кондиционера он даст деток и я точно получу уже то что нужно вот еще один из-под цветоноса это самый лучший вариант но можно взять и такой тоже они у меня старыми не бывает теперь покажу какие листочки не нужно брать для размножения вот вы видите он может быть и не старый но он потерял уже свой цвет это ювенильный листочек ювенильный обычно хорошо размножается но не в случае я бы не стала брать не этот ну этот может быть вы смотрите какая разница по цвету между этими листочками если уж вам очень срочно нужно сажать то можно конечно рискнуть но лучше брать хороший лист с хороший с хорошим цветом теперь поговорим о капризном сорте это ян каприз вот вы видите у него листочки тоже потеряли нижние потеряли свою зелень яркую вот видите он какой он по-прежнему блестящий опять я ничего не делаю для того чтобы они были блестящими это сорт вот но я не стала бы размножать этот сорт таким способом я бы взяла только листочек из-под цветоноса потому что вот этот вот вы знаете что ян каприз должен давать зеленого бронзовую окоемочку и это не всегда бывает поэтому лучше не рисковать и взять из-под цветоноса это самый лучший размножить получить сорт который вы хотите сейчас покажу вам как размножить листочек черенок если он достаточно крупный фрагментами вот я уже с одной стороны разрезала между жилочками нужно разрезать вот так буквой латинской в и отламывать я не отрезаю серединку я серединку выламываю это когда вы ламываете то он идет между клетками идет перелом поэтому нормально вот я промокнула и вторую часть тоже надо промокнуть у меня нет времени ждать пока она будет там высыхать я всегда промакиваю и вот я взяла от йогурта большую чашку вот положила туда землю и вот так посадила это очень хорошо они будут здесь расти вот мои приготовленные листики для размножения вот я беру первый листик он достаточно маленький но но по сорту и это дракон у него вот я отрезала их вчера вы видите они немножко подсохли но я их держала в тепличке закрытой чтобы они не высохли и потом я их подержала воде это вам способ для того чтобы они они пришли в себя это листики с фиалочки цыганская душа вот вы видите какие кончики это произошло от переувлажнения такие листики тоже можно взять для укоренения вот и еще один они у меня все в принципе в нормальном состоянии вот это pet tracy и вы видите вот эти вот пятнышки это тоже от кондиционера попадает вода дует кондиционер и в результате получаются вот такие пятна это хороший листочек он небольшой но он тоже годится для размножения это pink feathers вот что можно использовать для посадки листочков вот такой самый лучший для меня это вот такие квадратные стаканчики вот они очень устойчивые это для использования в воде для размножения вот это пакетик для размножения вот некоторые любят вот так вот посадить потом вот так прищемить и на полку я потом покажу как это делается и вот земля земля должна быть обязательно влажной а не мокрой вот так вот вы ее берете и она сыплется сыплется и она все равно влажная это очень важно после пробы очень многих смесей я остановилась на про микс бекс у нее есть перлит я вам спрошу пожалуйста не добавляйте перлит и уголь когда вы растите вы сажаете листики на размножение потому что кусочки угля тяжелые и перлит он если крупный то он будет мешать деткам вылезти из смеси и это приведет к тому что они может быть и пробьются потом но будут кривые это я вам рассказываю из моего опыта когда вы собираетесь размножать много листиков то обязательно они должны быть срезаны и лежать в надписанных стаканчиках или срезайте по одному потому что когда на столе много обязательно вы их перепутаете и надейтесь на свою память обязательно забудете какой есть какой вот так вот лучше всего я их срезала положила в надписанные стаканчики которые я потом все равно буду использовать и я уже не боюсь что я перепутаю название ну можно начинать значит что я делаю в первую очередь когда вот такой листочек с каким-то повреждениями я это снимаю вот так я не обрезаю никогда я обязательно обрываю вот так и если уж у вас очень мало листиков а потом я просто дотрагиваюсь лезвием для до череночка и обрываю я опять вам говорю я не режу я обязательно обламываю вот так кончик у любого листочка надо обязательно удалить потому что если вы посадите не оборвав кусочек маленький хотя бы самый кончик то листочек будет сначала расти сам а потом уже вспомнить что ему надо размножаться поэтому надо ему помочь и не дать ему расти ввысь теперь я промокну опять эти обломы потому что как я сказала мне некогда ждать пока они высохнут мне надо быстро быстро посадить и уже к этому не возвращаться какое-то время вот так вот они теперь готовы теперь я беру надписанный стаканчик и это вот который земля которая сыплется еще раз вам показываю я туда вот так накладываю ложечкой не приминаю не утрамбовываю а вот так вот потрясу из лишнее просто убираю вот и все но обязательно вровень с краешками стакана или коробочки куда вы сажаете и вот так вот раз и вторую и второй листик раз и все вот так вот и все посажено этот я не буду сажать он мне не подходит плохого качества и мне так много не нужно следующий сорт золотой дракон опять вы видите длинный череночек обязательно нужно его обломать и удалить самый кончик так вот дотронуться вот и обломать все это очень нет трудно делать это уже был какой-то там дефект вот так ничего страшного в этом нет и еще раз так дотронуться и обломать вы главное не бойтесь все мы начинали как-то было немножко страшновато но как говорится они же не кусаются эти листочки работайте с ними в удовольствие вот так вот и кончик вот так вот девочки они готовы у нас к посадке и опять я промокаю честно вам скажу кончики листиков я не промокаю мне нет времени на это они сами высохнут они же на воздухе остаются поэтому их можно не промокать так я опять набираю вот эту рассыпчатую землю у она должна быть как гречневая каша по рассыпчатая ну вот я потрясла все я сделала и теперь можно сажать вот так я сейчас сажаю не так как я буду ставить в тепличку я забыла вам это сказать что но потом я вот так нужно сажать потому что все листочки должны смотреть к свету быть обращены я в каком-то видео видела что сказали что это не обязательно им свет не очень сильно нужен листочком я очень удивилась я ничего не оставила конечно я больше этого не делаю чтобы на меня не обижались но поверьте мне что листиком обязательно нужен свет чтобы они могли вырастить деток свет постоянно как следует и много а 3 я посажу потом я уже вам не буду показывать вот следующий сортик хочу показать вам что если вы решите ставить все-таки в воду то вы должны смотреть чтобы кончик не касался донышка ни в коем случае вот в моем случае я бы могла посадить в этот стаканчик потому что листик достаточно широкий вот и это ножка вот такой длины должна быть это сантиметр полтора не больше я вообще оставляю где-то сантиметр вот ну вот опять я отщипываю кончик и все равно хоть и короткая ножка но я этот присохший кончик все равно обламываю обязательно чтобы был свежий срез вот так промокаю и то же самое проделываю с другими листочками так чуть-чуть обламываю буквально отщипываю не обламываю отщипываю самый хвостик от центральной вот этой жилочки на листике и еще кусочек от этого ничего страшного если у вас обломается черенок совсем под основание листика в этом случае тоже можно сажать вы тоже получите деток и опять набираю землю потряхиваю ее вот так и сажаю вот так видите совсем не трудной и не сложно теперь покажу вам посадку в пакет опять хвостик отщипываю ножку отломаю чуть-чуть вот так вот промокнул и в пакетик значит я сажаю сажала раньше так когда только начинала больше я этого не делаю потому что мне не нравится это недостаточно света получает не в том ракурсе это все стоит должен должен свет попадать на пластину листовую вот но я все равно вам это покажу вот так вот туда поставить поместить листочек закрыть и теперь можно на полочку сейчас покажу я вам показываю с такой прищепкой для бумаг и естественно листочек должен смотреть на лампу но вы видите что он слишком высоко находится потому что на предыду на верхней полке он прикреплен к верхней и не достаточно света будет попадать я использую вот это для бумаг такую штучку теперь когда у вас маленький листочек череночек маленький а ножка у него достаточно длинная и если вы решите ставить ее опять же в воду то все равно надо обламывать увидите он почти доходит до дна и и он провалится он в любой стаканчик провалится значит нужно будет покрывать пленочкой этот стакан делать дырочку и только тогда его туда помещать это совершенно для мне не подходит я делаю вот опять вам показываю обломала ножку отщипнула самый кончик и опять набираю землю обязательно потряхивать ее нужно вот так вот не уплотнять не уминать и а вот забыла промокнуть и вот так сажаю вот все готово готово теперь подготовка теплички я кладу туда вот эту ткань синтетическую поливаю ее водой только не заливаю а вот так вот я ее промакиваю чтобы она оставалась просто влажной и еще и еще чтобы все уголки чтобы все все было влажным это очень помогает процессе вот наращивание корешков и потом детки вылезут хорошие зелененькие вот так вот нужно чуть-чуть ее пошевелить чтобы вода во все концы попала этого подноса какая бы ни была у вас тепличка от торта не не важно все равно процессе тот же самый нужно положить ткань для больше удерживания влаги и потом вот так вот мне очень удобно они очень хорошо встают в этот поднос вот так четыре штуки в один ряд и как вы видите они все смотрят в одну сторону меня будет поднос стоять поперек полки поэтому они будут обращены к стенке то есть в сторону где есть лампа вот так вот я их готовлю и накрываю вот вот это вот у меня готова тепличка она конечно не заполнена просто сейчас вот вам показать в моих тепличках есть вот такие вот штучки которые можно открыть и там будет доступ воздуха но я держу их закрытыми если мне нужно проверить проветрить я просто приподнимаю еще что-то хотела сказать на ютюбе много видео о том как быстрее сделать чтобы ваши листочки дали деток нельзя ничего сделать для этого по моему в 17 мг не весны врач какой-то там сказал что беременность проходит 9 месяцев а потом только появляется ребенок так и у листочков у фиалок у одного побыстрее у другого помедленнее сорта но все равно вы не можете ускорить этот процесс как он должен протекать так он и будет протекать так что я вам желаю хорошего укоренения не быстрейшего хорошего укоренения заходите ко мне пока пока